Привет! Пару лет назад, даже чуть меньше, я потратила все свои деньги на iPad. Тогда я в основном занималась только ретушью, и у меня был плоттер, который перестал печатать. Буквально за неделю до этого происшествия мне пришли новые краски к этому же плоттеру. В итоге было решено продать его за копейки, потому что он был не в рабочем состоянии и был далеко не новый, очень не новый. Поэтому ремонт у него был бы очень недешевый и могло бы еще что-то сломаться, проще было просто его продать как есть. А в моей дыре найти специалиста по плоттеру, который смог бы его починить, это, наверное, вообще какая-то нереальная задача. Когда моя удаленная работа стала настолько насыщенной, что доступ к моим файлам мог потребоваться срочно, в любую секунду. Даже если я не дома, в ванной, в туалете, где угодно. И если я не дома, то ждать меня час или два, пока я вернусь, конечно же, никто не будет. Сразу добавлю, что у меня не было каких-то запланированных выходных, допустим, там, суббота-воскресенье, или у кого-то там какой-то график 2 через 2 или 1 через 1. Пока у меня были силы, я работала каждый день. Также у меня не было какого-то рабочего дня в какое-то определенное время. Если я уже не сплю или еще не сплю, то с меня спрос. Я все это веду к тому, что что-то переносное и не очень громоздкое стало мне жизненно необходимо. Но все-таки еще был такой момент, что мне хотелось чувство рисования в традишке, когда просто сидишь, смотришь на лист, рисуешь на нем, и на нем же видишь результат. А не так, что я рисую на столе на планшете, а результат у меня где-то в мониторе. Поэтому я еще склонялась к планшету с экраном, который подключается к компьютеру. Эти мысли были еще до того, как потребовалось постоянное нахождение за компом. Планшет я искала такой, чтобы можно было и дальше не только отретушированную работу отправлять, но и можно было зайти в тот же самый фотошоп и внести какие-то исправления. Как раз в тот период анонсировали выход фотошопа на айпад. Айпад для меня оказался самым бюджетным вариантом, поэтому для меня не совсем понятен вопрос, который я очень часто встречаю в тиктоке, в комментариях, о том, что какой же я могу посоветовать планшет еще бюджетнее айпада. Это настолько обширный вопрос, потому что я не знаю, какие задачи вы преследуете. Что вы хотите от планшета? Кому-то может быть просто достаточен экранник, который к компу подключается, и все. Кто-то просто прекрасно рисует на телефонах, поэтому у всех свои требования, у всех свои задачи. Просто нужно выявить для себя, что я хочу от планшета, и вот поискать все модели планшетов, которые удовлетворяют все те запросы, и уже из них выбрать что-то недорогое. Потому что я тоже выбирала самый бюджетный вариант, что я могу еще посоветовать. Но после покупки у меня появилось пару разочарований. Первое и самое большое это то, что когда прошло пару месяцев, и фотошоп наконец-таки стал доступен, когда я начала скачивать, я поняла, что за него придется платить каждый месяц. На тот момент это стоило, по-моему, 800 рублей. Сейчас может быть больше, может быть меньше. Пока я ждала выхода фотошопа, я уже успела купить и даже привыкнуть к прокреету. Вот сейчас видео как раз в нем и рисуем. Так вот, прокреет можно купить один раз и пользоваться им сколько угодно, и обновлять, и все, что хочешь. Но за фотошоп нужно платить каждый месяц. Я-то фотошоп собиралась использовать для работы, так что вполне справедливо, что я зарабатываю на нем, а он на мне. Пока все скачивалось и устанавливалось, у меня вот такие мысли крутились. Отрицание, принятие, смирение или как там правильно. И вот я открываю фотошоп и понимаю... А, кстати, там еще можно месяц пользоваться, прежде чем покупать подписку. Вот, я открываю фотошоп и понимаю, что от фотошопа там осталось одно название. То есть, все мы знаем, что фотошоп в первую очередь это фоторедактор, теперь это просто рисовалка за 800 рублей в месяц, которая примитивнее самого прокреет. В общем, это было разочарование высшего уровня. Но, несмотря на все это, не купив бы я iPad, я бы, наверное, так и не ушла в рисование. Именно благодаря этой покупке мне стало интересно тестировать разные кисти в прокреете. Я протестировала кучу бесплатных и даже платных кистей. Я поняла, что мне нужно создавать что-то свое, потому что то один момент меня не устраивает, то другой. А свои кисти я делаю сама именно такими, как мне нужны. И вот год назад так и появился мой собственный набор кистей. Если вы хотите тоже попробовать им прессовать, ссылка на него будет в описании к этому видео. Конечно, я на этом не остановилась, и все это время я продолжаю вносить изменения в этот набор, добавлять новые кисти. Возможно, когда-то будут кисти Мариюн 2.0. И если я когда-нибудь все-таки соберусь менять iPad, если мой будет жить достаточно долго, то это случится очень нескоро, но я надеюсь на это, что будет не скоро, то следующий планшет будет обязательно с памятью побольше. И проблема совсем не в том, чтобы хранить на нем какие-то рисунки, в том, что это ограничивает работу в том же самом прокреете. Сейчас я попробую объяснить. Дело в том, что у любой картинки есть свои размеры и разрешения. А также, когда вы создаете новый документ в прокреете, именно память самого планшета ограничивает меня в количестве слоев. Конечно, можно рисовать и на одном слое, но я люблю, чтобы у меня была возможность не исправлять, если что-то пошло не так, а просто вернуться к тому, где я начала все портить. Просто, допустим, возник такой момент, что я рисую-рисую, и тут мне пришло в голову поэкспериментировать. Я копирую тот слой, на котором я рисовала, его оставляю, выключаю, чтобы это мой, как бы такой, запасной аэродром, к которому я могу вернуться. И начинаю на том скопированном слойном все это рисовать. Если получилось хорошо, то я все оставляю как есть. Если нет, то я его удаляю и возвращаюсь к старым. Есть еще кнопка отмена, но не всегда ее ресурсов хватает, чтобы отменить все то, что я натворила ранее, потому что она тоже имеет ограниченное количество нажатий. Я не знаю, на сколько шагов назад она сохраняет. Наверное, это можно как-то изменить в настройках, но я в такие подробности уже не вдавалась. Ну и плюс. Очень редко, но бывает такое, что приложение вылетает. За все время у меня может быть раза 3-4 это случилось. И когда открываешь его заново, то уже нет возможности что-то отменить. Вот, поэтому я и копирую на всякий случай слой. В итоге приходится либо слоями жертвовать, либо размером холста. В моем случае размер холста и разрешение в приоритете. Это те вещи, которые просто для меня основа основ. Особенно если рисунок на заказ, то обязательно нужен такой большой файл, чтобы можно было не только на аватарку поставить, но и напечатать на большом размере, без потери качества. Так что с появлением этого замечательного чуда техники я перестала пользоваться компьютером, чтобы рисовать. Как минимум это очень удобно, я рисую где хочу и в любой позе. И самое классное и удивительное для меня, это насколько быстро заряжается карандаш. Есть конечно айпады, в которые карандаш нужно воткнуть, возможно там другая скорость зарядки, я не могу ничего на этот счет сказать. Поэтому скажу про свой. Просто достаточно примагнитить карандашик секунд на 15, и я могу снова продолжить рисовать как минимум полчаса. Так что для меня этот наборчик стал идеальным инструментом, и у меня даже нет мысли его поменять на что-то другое. И наверное благодаря айпаду, который стал очередным инструментом, который вернул меня в рисование, в мою жизнь, спустя 4 года перерыва, из-за стоя страданий, я стала брать в руки уже и краски, и карандаши, и бумагу. После этого у меня появился аккаунт в инстаграме, потом аккаунт в тиктоке, в котором уже 127 тысяч на сегодняшний день. И на ютубе нас конечно здесь тут намного меньше, но ничего, я думаю мы тут это соберемся побольше. В общем, не забывайте, что мои кисти есть в описании к этому видео, приходите ко мне в инстаграм, заказывайте портреты, всех жду и всем пока!